Загадочное кольцо на пальце у главы Чечни. Загадочная встреча Путина с Кадыровым-младшим. Загадочные отравленные письма. Связано ли все это между собой? И что скрывает Кремль? Операция «Приемник»? Проблемы со здоровьем или немилость? Факты, которые тянут на сенсацию. Меня зовут Юрий Бибик, и это ровно 12 минут о том, куда пропал рупор российской агрессии. Рамзан Кадыров. Что за этим стоит? Интересные факты, версии и комментарии тех, кто все знает о российской политике. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки и, конечно, комментируйте это видео. Итак, Кадырова отравили. Об этом заговорили после его последнего появления на публике. Он значительно прибавил в весе, выглядел слишком отекшим, часто ему даже сложно было открыть глаза. Хотя ему всего 46 лет. Ярого сторонника Путина неожиданно не оказалось даже во время выступления диктатора в Кремле 21 февраля, где собралась вся верхушка российской власти. Случайностью это быть не может. Ведь Кадыров такие мероприятия не пропускал ни разу, друзья. Да и посмей пропустить, попадешь в опалу. А еще точно известно, что к Кадырову вызывали одного из самых высокооплачиваемых и знаменитых врачей из Объединенных Арабских Эмиратов. Ясина Ибрагима Эль-Шахата, заведующего отделением нефрологии больницы Бурджилл в Абу-Даби. Это явно стоит очень больших денег. Да и сам Кадыров успел слетать в Абу-Даби. Если мы вспомним, как он светился летом в прошлом и даже осенью, то это принципиальная разница. Его сейчас почти не видно было последние месяцы. Сейчас слухи о том, что у него проблемы со здоровьем, с почками. Где-то его лечат в арабских странах. Что-то такое. Выглядит он. Фотографии действительно производят тяжелое впечатление, как он выглядит. Недавно появились фото со встречи Рамзана Кадырова с гауляйтером из Донецка Денисом Пушилиным. На пальцах главного чеченца России был замечен странный медицинский прибор. Он был прикреплен к коже на указательном пальце левой руки и выглядел довольно необычно. Это переносной пульсоксиметр. Прибор, который на постоянной основе используют в реанимации, чтобы иметь информацию о кислороде в крови пациента и также о его пульсе. Этот гаджет подключается к смартфону и сигнализирует в случае снижения заданных параметров. Контроль ведется непрерывно, особенно во время сна. Необходимость его носить возникает, когда люди находятся в критическом состоянии. Так что же получается? Здоровье Кадырова не просто плохое, а очень плохое. Болезнь почек – это только одна из версий. Еще одну озвучивает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев. Говорит, проблемы со здоровьем у Кадырова довольно давно. Он принимал стимуляторы, которые позволяли ему выглядеть энергичным и подвижным. Говорят, что чеченский глава пристрастился и к другим таблеткам. Он абсолютно конченый наркоман. Последние 5-6 лет он держался на этих каких-то психотропных таблетках. Это не секрет ни для кого. Но эта версия при нынешних событиях выглядит менее актуальной. Слишком много загадочных совпадений именно сейчас. Теперь вопрос. Так кто же мог отравить Кадырова? И зачем? Но об этом, друзья, чуть позже. Мы обязательно распутаем эту загадочную цепочку событий. А пока идем дальше. Итак, странное фото. Кремль. Путин принимает Кадырова. Нет, не Рамзана, а Ахмата, 17-летнего сына. В так называемом овальном кабинете, где Путин обычно встречается с иностранными лидерами. То есть неформальной встречу никак не назовешь. А должность, в которой выступил Кадыров-младший, всего-то председатель общественной организации движения первых. Странно также и то, что первая встреча сообщила не пресс-служба Кремля, как, собственно, положено по протоколу, а сам Рамзан Кадыров. Это, конечно, знаковое появление, знаковая фотография. Я думаю, что это сигнал прежде всего в Чечне, где тоже эти слухи, очевидно, бурлят о том, что происходит на самом деле, куда пропал Кадыров и что такое. И это сигнал, который призван показать, что клан Кадыровых держит, по-прежнему держит власть и связан с Путиным напрямую. Что же происходит? Зачем Путину понадобился Кадыров-младший? Об этом расскажем дальше. А пока, пожалуйста, поставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и комментируйте это видео. Чтобы понять, что происходит, давайте вообще посмотрим на клан Кадыровых, который построил государство в государстве. Свою такую себе маленькую отдельную тоталитарную страну, где все держится на страхе. Высокие посты в Чечне занимают дети, племянники, сестры, двоюродные и четвероюродные братья Рамзана Кадырова. Всего около ста его родственников засели в чеченских властных кабинетах. Он был символом беззаконной силы Владимира Путина. Вот в России было такое понимание, что а если что, то ты не в судах будешь пыль глотать. Суды это для людей попроще. А для совсем сложных людей есть Кадыров. Он убьет тебя на мосту возле Кремля и ему ничего не будет. Ну и вы если помните, после убийства Немцова было очень много историй, когда кадыровцы приезжали к разным уже славянам, депутатам из, например, Новосибирска. Вот такая была история. Денег у Кадырова предостаточно. Он один из самых богатых людей России. Согласно данным Forbes, его состояние оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. Это то, что на виду, друзья. Реальная же сумма может оцениваться сотнями миллиардов. Их приносит контроль за добычей нефти, газа и золота в регионе. Кадыров имеет в своем распоряжении самолеты и самые дорогие автомобили. Бугатти, Ламборгини, ну и так далее. Он хозяин многочисленной элитной недвижимости, в том числе и роскошной виллы в Эмиратах. Достаточно представить масштабы одного из дворцов в Грозном. Там есть и конюшня, и зоопарк. Большое озеро с утками. Рамзан Кадыров любит жить на широкую ногу. На его 35-летие, кстати, приезжали Жан-Клод Ван Дамм, британский певец Сил, атриса Хиллари Свонг и скрипачка Ванесса Мэй, гонорар которой, на секундочку, полмиллиона долларов. На вопросы журналистов, откуда же деньги, Кадыров всегда отвечает. «Аллах дает. Не знаю, откуда берутся». Конец цитаты. Интересный факт. Альтернативной казной нынешнего главы республики называют фонд, названный в честь отца первого прокремлевского президента Чечни Ахмата Кадырова. Через него как раз и прокачиваются все деньги семьи. В 2015 году это были 550 миллионов фунтов стерлингов. Но, как оказалось, благотворительный фонд за год не потратил ни копейки на эту самую благотворительность, друзья. Все прекрасно понимают, весь этот стиль «жить на широкую ногу» – плата Кремля за спокойствие и подавление инакомыслия в мутующем регионе. Во сколько Кадыров обходится российскому диктатору, не знает никто. Однако, нужно понимать, что Путин платит прежде всего за свою стабильность. Чечня получает больше всех из государственного бюджета среди российских регионов. Если деньги закончатся, закончится и лояльность. Но все же границы для Кадырова Кремль установил. Кадыров проецировал сил, но все-таки Кадыров, все-таки Кадыров, ему оставили место в регионе. Ты вот регионом управляй. Дальше тебе лезть не надо, потому что дальше начинаются большие деньги совсем и не про вашу честь. Вернемся к Ахмату Кадырову. Ему всего лишь 17 лет. В Кремле, вот сейчас внимание, Путин поздравил его с предстоящей свадьбой. Ну, это звучит как из мира фантастики, согласитесь. Ради этого нужно было лететь из Грозного в Москву, правда? Скорее всего, это прикрытие для чего-то другого, более важного. Собственно, в истории такое уже бывало. С папой Ахмата, Рамзаном Кадыровым. Это же буквально как бы отражение того, что с самим Кадыровым было, когда его, это был 2004 год, когда убили его отца, и Кадырова повезли к Путину в тренировочных штанах, когда он сидел в Москве, когда стало известно про теракт в Грозном и убийство, и смерть Ахмата Кадырова. Это были майские праздники 2004 года, и юный, соответственно, он постарше, не 17 лет ему, конечно, было, как этому парню, но его повезут в тренировочных штанах к Путину, и Путин там чуть ли не плачет, и так далее. И ей становится понятно, что он ставит на Кадырова сына теперь. Операция «Приемник дубль-2» на это многое указывает на самом-то деле, особенно учитывая болезнь Рамзана Кадырова. Можно предположить, что у Путина другого решения для Чечни, кроме династии Кадыровых, нет. Приезд 17-летнего Ахмата в Кремль – своеобразное благословение на чеченский трон. Шахматка проста. Ахмат становится руководителем Чечни, но править за него будут другие. Конечно, Кадырову-младшему еще предстоит пройти путь вхождения во власть. Но это условность. Во всей этой истории белым пятном остается, почему же Кадыров вдруг заболел, несмотря на свой молодой возраст. Так могли ли отравить главу Чечни и за что? Смотрите дальше. Почему версия об отравлении Кадырова-старшего не выглядит совсем фантастической? Его активность на тему войны России против Украины в соцсетях могла кого-то раздражать. Недоброжелателей много. Начальник генштаба Герасимов, на которого все время Кадыров наезжал. Пригожин. Конкуренты ему тоже не нужны, согласитесь. А еще и соратник Кадырова Абти Алаудинов получил, как мы уже вспоминали, отравленное письмо. Об этом говорили, кстати, публично. Так почему же такое письмо не мог получить и сам Кадыров? Здоровье путинского пехотинца резко ухудшилось после того, как он вместе с главным вагдоровцем Пригожиным и армейским генералом Суровикиным попытался перебрать на себя руководство вооруженными силами России. Об этом писали в прессе. Российско-израильский предприниматель и один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин со ссылкой на свои источники тоже утверждает, что болезнь Кадырова – это последствия отравления. Ведь он нажил себе много врагов среди генералов, имеющих доступ к разработкам главного разведуправления. Кадыров еще и вздумал влиять на Росгвардию, пусть и в Чечне. Налицо след ФСБ. В этом уверен военный эксперт Олег Жданов. Тем более, отравление – это конек российских спецслужб. Отравленные письма или что-то еще могли быть приветом. Мол, место Кадырова – Чечня, и он должен об этом помнить. После этого Кадыров резко пропал из информационного поля. Никаких браворных речей. Даже по поводу войны России против Украины. Исчез, но не навсегда. Кадырову нужен Путин так же, как Кадыров Путину. Кремлевский диктатор пришел к власти на двух чеченских войнах. А вот третья чеченская ему точно уж не нужна. Это были 12 минут. Меня зовут Юрий Вибик. Друзья, если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и обязательно напишите комментарии о том, что будет дальше с Кадыровым. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok